друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы после выходных снова на финансовых рынках и вместе продолжаем говорить и разбирать ключевые фундаментальные события которые влияют на динамику финансовых активов давайте сегодня начнем с рынка нефти думаю что по названию текущего брифинга уже уловили посылок которых мы будем придерживаться дальше бренд wti в целом рынок нефти снова снижается котировки по бренду в данный момент хотя ситуация может измениться к тому времени когда вы начнете просматривать брифинг но факт остается фактом бренд ниже 25 долларов за баррель события на ближнем востоке которые выступили катализатором для нефтяных цен на прошлой неделе из-за словесной перепалки помните сша и ирана не привели к долгосрочной поддержки для котировок черного золота поскольку дальше слов собственно не пошло и хорошо потому что дальше слов это уже дело в виде полноценных военных конфликтов и росте напряженности в персидском на заливе в общем участники рынка довольно быстро переварили эту тему переключились на прежний фундаментальный негатив который всегда присутствовал на рынке и никуда не девался это рост предложения беспрецедентное падение спроса и все это еще был усилена проблемой того что нефть попросту некуда девать количество нефтяных терминалов свободных мощностей для складирования и хранения нефти сокращается снижается емкость вот это в геометрической прогрессии нефть в прямом смысле уже некуда девать она никому не нужна мы видим как стремительно растут запасы в оклахоме в кушинге это вообще индикатор емкости для хранения нефти это статистика американская каждую среду мы ее разбираем по тому насколько увеличивается запас и вот как вы помните мы сейчас вообще работаем с рекордной динамикой по увеличению запасов я абсолютно уверен друзья то что в ближайшие недели ситуация только лишь усугубиться потому что а в целом тот рост предложения который мы наблюдаем сейчас на фоне снижения спроса он априори приведет к тому что больше нефть больше нефти нужно будет где-то складировать голдман сак с которым мы периодически обращаемся в плане скажем поиска каких-то ориентиров от инвеста банков а также прогнозирует что пик по запасам придется на ближайшие три-четыре недели и этот пик полностью совпадет с тем что наступит тот самый момент когда в прямом смысле друзья некуда уже будет скажем поставлять нефти не останется свободных хранилищ не то чтобы они будут практически полностью из заполнены их в принципе уже друзья не будут поэтому трейдеры которые сейчас навалились снова на рынок нефти прекрасно понимают что дно у этого рынка она еще не достигнута и в ближайшие дни мы в принципе можем увидеть как трейдеры будут пытаться прощупать все новые аддонные ориентиры я друзьям вам уже говорил что мы очень хорошо прокатились на распродажах рынка нефти сейчас потенциал оснижения он уже несколько ограничен если сравнивать с потенциалом дальнейшего роста но в то же время я рекомендовал ранее уже фиксировать позиции оставлять небольшую долю объемчик в целых как раз в попытке урвать всем сверх прибыль если рынок все-таки будет претендовать на обновление прежних минимумов но в целом для долгосрочных инвесторов сейчас по чуть-чуточки нужно набирать длинную позицию я думаю что вы уловили что именно основной посыл не в то что нужно заходить длинные позиции потому что уже рынок развернулся ничего подобного он не развернулся мы увидим еще одно но для тех кто вместе со мной прокатился на прежнем снижении уже бы пора друзья менять сторону и присматриваться к длинным позициям но делать это очень консервативно последовательно и скажем так даже авиала рубль 74 56 центральный банк россии снизил процентную ставку для меня это вообще было загадочным решением каким-то продукт сам я вообще не мог представить себе смягчение монетарной политики снижению ключевой ставки друзья на фоне катастрофического оттока вкладов то есть подорванного доверия население к банковской системе организованной системе банковского сбережения и уж тем более я не мог себе представить такого рода решения тогда когда валюта национальная девальвировалась за очень короткий промежуток времени там полтора месяца больше чем на 30 процентов но мне будет интересно посмотреть когда над российской экономикой нависнут риски инфляции когда центральную банку россии вновь придется повышать ставки это было в 16 году как они будут выкручиваться на пресс-конференции и как они ответить на вопрос а почему вы сейчас повысили ставку когда это нужно будет делать ведь инфляция начнет расти зачем мы тогда раньше снижали ставку ну посмотрим друзья целом по рублю те же самые ориентиры 80 я абсолютно уверен мы до туда доберемся индекс американской валюты доллар индекс доллара находится на сотке вялые движения но мы ждем 0 я жду точно американскую валюту гораздо выше по рынку труда в штатах по заявкам на пособие по безработице 26 миллионов человек без работы заказан товар длительного пользования которые вышли в пятницу спад фактически рекордный минус 14 4 процента на этой неделе у нас ставка федрезерва которая скорее всего не изменится но интереснее все будет посмотреть за пресс-конференции и я надеюсь все-таки что это пресс-конференции и риторика а комментарии джерома паула смогут оказать доллару на поддержку потому что в целом о тех самых кризисных явлениях которые будут транслироваться опять же со стороны американской экономики но это несколько высокопарно сказано сша останутся скажем индикатором состоянии мировой экономики и учитывая вот те отчеты которые я сейчас назвал и слабость макроэкономическую я допускаю что мировая экономика она продолжит иметь дело с катастрофическими последствиями самого настоящего финансово-экономического кризиса золото растет друзья 1721 у нас цель пока что 1750 если вам она кажется довольно скромной я предлагаю на нее не ориентироваться метить уже на уровне повыше биткоин также прибавляет 7 727 долларов за единицу цель 8000 8200 блумберг давно я от блумберга не видел прогнозов относительно рынка криптовалют так вот они считают что из-за беспрецедентных монетарных стимулов из-за вливания колоссальных объемов денежной ликвидности в мировую финансовую экономику систему этот год станет годом повторного ралли масштабы которого могут быть соизмеримы с масштабами ралли 2017 года но я такую позицию целом не разделяю наверно такого ралли мы уже не увидим но интерес к собственно биткоин должен сохраниться евро против доллара 1 0 8 42 друзья ждем еще больше в обвала как я говорил уже в главы евро группы европейского союза не договорились о создании нового фонда финансовой помощи разговоры о том стоит ли в принципе его учреждать были отложены уже до следующего заседания которое состоится в июне кристина лагард вновь сделала комментарий о том что экономику валютного блока ждет серьезнейший чудовищный спад больше чем на 15 процентов и я считаю что она подготовила нас к заседанию европейского центрального банка которая состоится на этой неделе каких-либо решений новых я не жду но я жду что риторика будет мягкой и кристин лагард подтвердить готовность действовать так как необходимо возможно рассмотреть в будущем возможность для доп стимулирования и в связи с этим делаю акцент на снижение евро британская валюта против доллара для меня этот инструмент загадка друзья потому что фунт растет чем хуже выходит новости тем лучше чувствует себя фунт тронечные продажи рекордное падение больше чем на 5 и 8 процента мы ждали подробности относительно хода переговоров по брэкзиту они были в пятницу мишель бронье которая возглавляет сторону переговорщиков от и с отметил что прогресса нету и на текущем уровне он вообще не видит возможности заключения сделки упорядоченного брэкзита и на этом тоже фунт вырос друзья я думаю что этому скоро придет конец надеюсь то что вы вместе со мной видите несостыковку в движении британца с тем фоном который сложился и возможно вместе нам удастся продавить курса британца доллар канадец 1 40 59 здесь я держу длинные позиции тем более что на фоне ослабления цен на нефть очевидно что эта пара пойдет вверх на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания